Сейчас мы поговорим немножко про более серьезные вещи. Это вещь, которую я открыл для себя, вернее, как бы подсознательно я узнал, наверное, какое-то время, но открыл для себя в книге бренд движимый дизайном, точное название я не помню, и это книжка про дизайн слои. И что у нас есть среди дизайн слоев? Ну, то есть представим, что это такой качан капусты, и там сверху у нас level sensory. И на самом деле sensory level — это как раз то, что мы с вами можем потрогать, то, что мы с вами можем увидеть, понюхать, услышать. Это все сенсорика. И это то, что действительно побуждает нас подойти и заинтересоваться покупкой. Это визуальная сторона, то есть это эстетика. Сюда же входит. И бедный шеф-дизайнер европейского Volkswagen, который внутри-то он знал всю правду, но рассказывал вам про линию торнадо, он как раз рассказывал про сенсорику. В этом нет ничего плохого, это важная часть дизайна. Без нее очень тяжело. Но после сенсорики идет такой момент, как интерактив. Это то, как вещь с вами взаимодействует. И это тоже очень важная вещь, потому что насколько бы вы прекрасно не купили соковыжималку Филиппа Старка, замечательную просто, но когда вы из нее начнете выжимать, у вас наступит level interactive. И вы поймете, что ноги соскальзывают вместе с апельсином и так далее, но зато она эмоционально очень крутая. Сенсорика там закрыта. После этого наступает, собственно, уровень performance. Это как раз тот уровень, насколько хорошо вещь делает свою работу. Я на дизайн PNL приведел пример со своими часами с Watch. То есть они мне очень понравились эстетически. Я, естественно, попросил продавца мне их снять там с полки, показать. Я их померил, завел время, установил дату. Интерактив мне тоже очень понравился. Но если бы я пришел домой и выяснил через две недели, что часы отстают, это было бы поражение. Ну, то есть просто, несмотря на то, что они такие прекрасные… Нет, конечно, я понимаю, что я тоже это пробовал. Я купил DC, очень классные кеды, и они мне очень жали. И я на перформансе как бы… Ну, ничего страшного, сейчас разносится. Они не разносились. Значит, после этого идет уровень конструкции. И конструкция – это на самом деле можно сказать, что дизайн на это никак не влияет. И промышленный дизайн тем более никак не влияет на конструкцию. Но на самом деле влияет. Конструкция – это то, из чего сделана вещь. Это то, что, допустим, одни кеды заставляют ходить 10 лет, а другие – один сезон. Это качество материалов, качество сборки, качество изготовления. Если мы через все эти слои удачно прошли, мы добрались с вами до кочерыжки, которая самая важная, которая на самом деле наполняет вещь значением для вас, вашим личным значением. У вас возникает глубокая эмоциональная связь с этим брендом. И это то, что заставляет людей, которые, условно говоря, поездили на Volvo, приходите покупать Volvo. То есть это именно те закрытые слои. Но при этом, смотрите, можно, допустим, сразу быть технологическим брендом и сказать, что мы делаем все из мега-качественных материалов. У нас конструкция просто шикарная. Перформанс лучше, чем у всех других конкурентов. И действительно, такие продукты компании, особенно если она не рассчитана на потребительский рынок, будут активно покупать. Ее будут покупать. Неважно, как выглядит, работает вот так вот, надежно, не ломается. Но как только возникает конкуренция на рынке, начинает выигрывать та компания, которая обещает нам счастье. Ну, то есть она закрыла уровень сенсорики и обещает счастье. Но тут еще один важный момент. Даже если вот эта компания закрыла полностью конструкцию и перформанс и обратилась к дизайнерам, чтобы они закрыли уровень сенсорики, но у них очень плохой интерактив, они все равно провалились. То есть вот эти… Тут скорее погружение с верхних слоев важнее, чем с нижних. Потому что, например, прекрасный iPhone, который у меня в кармане, ну, с точки зрения перформанса батарея не выдерживает интенсивного использования. Но за сенсорику и интерактив я могу многое простить. Продолжение следует...